Что мы знаем? Что мы знаем о купцах? Какими они были? Например, такими, как изобразил одного из них Плась. Помните, Гоголь в женитьбе? Бывало, как ударит всей пятернёй по столу, да как вскрикнет. Плевать, я говорю, на того, который стыдится быть купцом. Разве купец не служит государю, как любой другой? Да так пятернёй-то и ударит. А рука-то величиной в ведро. Такие страсти. А какими были самарские купцы и купеческие страсти? Почему Лаврентий Оржанов был удостоен звания коммерции советника? А за кого выходили замуж дочери самарских купцов? Я Михаил Перепёлкин. А мироедок и меценаток. Как известно, Старая Самара была городом купеческим. Купцы определяли его внешний облик, купеческий дух властвовал в отношениях, купеческие нравы становились притчей во языцах. На обширных заволжских просторах купцы чувствовали себя единственными и полноправными хозяевами жизни. Одним из самых богатых и влиятельных в Самаре был купеческий род Оржановых, которые владели тысячами десятин земли и занимались хлебной торговлей. Оржановы переселились в Самару из Оренбургской губернии и стремительно разбогатели. Можно сказать, что это был тот самый случай, когда состояние росло не по дням, а по часам и минутам. Вот в этом доме на бывшей Казанской, сегодня Алексея Толстого, жил один из Оржановых, Лаврентий Семёнович. Жил он здесь не один, а с семьёй, которая состояла из жены и двоих детей, Веры и Семёна. Мироед и душегубец Оржанов на теле был неоднозначным, талантливым человеком, способным на широкие жесты. Одним из таких жестов стала многолетняя действенная поддержка Казанской Богородицкой церкви, старостой которой он был. Церковь красовалась когда-то вот здесь, на углу бывших Притеченской и Саратовской. Сегодня это Некрасовская и Фрунзе. Говорят, Оржанов ассигновал на этот храм весьма и весьма значительные суммы. Оплатил изготовление и перевозку из Саратова двух многопудовых колоколов, заказал серебряные облачения для Святого Престола, а еще пожертвовал Притчу этой церкви два стоявших рядом с храмом дома. Увы, колокола, отлитые на деньги Оржанова, давно сброшены, а сама церковь обезглавлена и перестроена. И уже много лет вместо креста над городом возвышается это колченогое чудовище. А вот еще один жест с кряги Оржанова, богательни на бывшей Саратовской. Думаю, не ошибусь, если скажу, что сегодня даже не каждый знает, что означает это слово. И уж тем более непонятно нам, сегодняшним, почему купцы вкладывали свои деньги в предприятия, из которых и не пытались извлечь никакой выгоды. Богательни – это приюты для стариков и инвалидов, презрительно переименованные в советские годы в полонеприличные дурдома. За активную благотворительную деятельность Оржанов был произведен в чин действительного статского советника. Этот чин соответствовал военному званию генерал-майора и давал право его обладателю именоваться «Ваше превосходительство». Обратимся еще раз к Говолю и вспомним женитьбу. Засидевшаяся в девках купеческая дочка Агафья Тихоновна была настроена решительно. Ни за что не выйду замуж за купца. У него борода. Станет есть – все потечет по бороде. А вот купеческую дочку Веру Оржанову борода не испугала, и она стала женой купца Шахабалова. Так породнились два крупнейших самарских купеческих рода – Оржановы и Шахабаловы. Причудлива человеческая память. Хорошая нередко забывается, а дурное и нелепое остается в веках. Так, спустя несколько десятилетий после кончины Лаврентия Семеновича, его современник Смирнов-Треплев напишет в мемуарах, как архибогач Оржанов творил милостинку, даст нищему две копейки, а одну возьмет с дачи. Имея тысячных красотков, он, по словам Треплева, ходил пешком. А однажды, когда у извозчика не нашлось пяти копеек с двухгривенного с дачи, Оржанов взял у него в залог кнут со словами «Завтра выкупишь». Помните о промахах, но не забывайте взлеты. С вами был Михаил Перепелкин.